За безупречное служение долгу гражданской обороны, предупреждение и ликвидацию ЧАЭС мэра города Татьяну Фёдорову наградили медалью МЧС России. Награду и благодарность от министра Владимира Пучкова вручил начальник главного управления МЧС по Ненецкому округу Вадим Мазур. Более сотни домов и 600 человек в зоне подтопления. Весной 2014 года Наринмар пережил сильнейший паводок. При критической отметке уровня воды для города в 620 сантиметров Печора поднялась на целых 642. В зону подтопления попали окружной противотуберкулезный диспансер и котельная номер 4. После её временного отключения без тепла и горячего водоснабжения остались 14 домов. Чтобы предотвратить ещё большее подтопление, в 35 километрах от города взрывали лёд на реке. В результате своевременного реагирования всех ответственных ведомств серьёзного ущерба избежать удалось. По этому случаю министр Российской Федерации по делам гражданской обороны выразил благодарность за слаженную работу администрации города Наринмара. Я буду воспринимать как-то награду администрации города. Все службы, которые работали в период паводка, не только глава администрации, все замы, все службы, все руководители подразделения очень чётко отработали этот период. Для предотвращения затопления города и устранения последствий большой воды были задействованы более 40 единиц техники, включая плавсредства, и около 200 человек. Это сотрудники МЧС, коммунальных служб, предприятий и организаций города и округа. В школах Наринмара были подготовлены места для возможной эвакуации граждан. Пять дней город жил в режиме ЧС. До уровня вода поднимаясь, она не подтапливает основные чувствительные места города, а начиная с 600, где-то примерно 40 и выше, она уже начинает подтапливать места такие, как учреждения, например, детские сады и прочее. То есть не сразу ни в одном месте, а во многих местах трудно задействовать весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность. После весеннего паводка 2014 комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение – тщательно укрепить береговые линии. Закупленный песок и щебенка в летние и осенние месяцы пошел на подсыпку возможных мест затопления. В бюджете города заложили 11 миллионов рублей на проектирование и сооружение комплекса дамб, так необходимых для прибрежных селений. Они будут защищать границы города даже при уровне воды в 680 сантиметров. Установить их планируют в течение двух лет. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».